В этом году на звание лучшего педагога претендует 8 учителей из школ района. И это уже финалисты конкурса педагогического мастерства. В заключительной части творческого состязания учителя постарались рассказать о своих увлечениях, методах работы и новых идеях. Среди участников как молодые специалисты, так и учителя со стажем. Олеся Евдокимова посвятила этой профессии 8 лет. Почему я выбрала профессию учитель? Здесь, конечно, много факторов, которые повлияли на этот выбор. Конечно, начало исходит из детства. Как и многие другие, я любила играть в куклы, в школу, высаживала их парами, давала задания, проверяла их. С особой важностью выставляла им оценки. Но, скорее всего, может быть, это и были предпосылки моего профессионального выбора. Но дело немножко в другом. В профессии учитель меня привлекает строгость, правильность, какая-то дисциплина. Меня этому учила мама всю жизнь, с детства. И это я увидела в своих учителях, когда пришла в школу. Я видела в них что-то необычное. Я смотрела с замиранием сердца на них и хотела быть всегда похожими. И вот я одна из них, я учитель. Для неё, как и для многих педагогов, конкурс не просто возможность продемонстрировать свои профессиональные достижения, но и площадка для обмена опытом. Быть учителем – это очень такое хорошее дело. И в моём СССР тоже вот эти вот слова есть. Не нужно работать учителем, а нужно быть учителем. А чтобы быть учителем, нужно любить детей. А участие в конкурсе «Учитель года» учит нас многому, потому что мы делимся опытом, ищем, чего-то добываем. И не только знание детей мы повышаем, получается, и мы сами растём вместе с ними. Конкурсантов пришли поддержать коллеги и любимые ученики. Нелёгкая задача стояла перед членами жюри – нужно выбрать лучших среди лучших. Начальник отдела образования Лира Терегулова поблагодарила всех за активное участие и пожелала успеха в дальнейшей работе. Мне бы хотелось пожелать, прежде всего, нашим учителям достойных детей здоровья, благополучия, чтобы их творческий потенциал не иссякал, чтобы мы своих учителей видели не только на сцене муниципальной, но и на республиканских конкурсах, чтобы они активно участвовали. Хочется пожелать неиссякаемой энергии и творческих взлётов. По итогам творческого состязания лучшим учителем пашкирского языка и литературы признана Айслу Таймасова из школы села Бахмут. В конкурсе «Учитель года» Куяргазинского района победителем стала Олеся Евдокимова. Учитель математики школы номер один села Ермолаева Олеся Валерьевна будет защищать честь района на республиканском этапе конкурса.